Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин, и это 10-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Компания Neki выпустила бесплатную бета-версию Каскадер. Эта программа предназначена для создания ручной анимации, а также для создания быстрого риггинга. Каскадер использует физические данные просчета движений, основанные на искусственном интеллекте. Анимацию ты можешь создать с нуля или доработать уже имеющуюся. И даже если ты не работал в подобных программах, то ты легко сможешь освоить Каскадер, так как интерфейс интуитивно понятен. Но определенные инструменты помогут выставить позы с учетом физических данных, так что результат будет шикарнейшим. В этой программе могут получиться охренетительные боевые сцены, реально проработанные физические упражнения и многое другое. Анимировать можно любые 3D-модели с учетом определенных особенностей персонажа. На официальном сайте ты найдешь вводную обучающую программу и весь материал упакован в блоки, в которых есть несколько коротких, но информативных видеороликов с описанием. Есть как английский язык, так и русский. Это наши соотечественники. На данный момент программное обеспечение доступно для Windows и Linux, а вот для Mac находится в разработке, как обычно. Ну и осуществляется поддержка форматов FBX и DAI. Совместимость с Unreal Engine, Unity, 3ds Max и Maya. Синемы, к сожалению, пока нет, но учитывая, что C4D поддерживает формат FBX. Каскадер находится в бета-тестировании, и если так пойдет дальше, то у любителей появится возможность попробовать себя в этом ремесле, а профессионалы ускорят рабочий процесс. Некки использовала каскадер для создания таких игр, как Vector, Shadow Fight и Spine. За всем процессом развития можно наблюдать в Треллах. Насколько долго продлится бесплатная версия, неизвестно. Но, как пишут разработчики, в их планах стоит создание бесплатной инди-версии, ну или по разумной цене. Про особенности и удобства расскажем вскоре обзоре. Все полезные ссылочки ищи в описании. Вышел U-Render 2027-6. Обновление обеспечивает полную интеграцию рендера с Cinema 4D. То есть теперь U-Render полностью встроен в превью окно программы, где там же можешь редактировать и настраивать сцену в высоком качестве в режиме реального времени. Предварительную версию U-Render уже можно скачать на официальном сайте. Ссылочка в описании. Adobe обновил Photoshop на iPad до версии 1.6. На iPad, как и на ПК, теперь можно захватывать мелкие детали по краям выделения с помощью Refine Edge. Например, по прядям волос и другим сложным краям объекта. Ну и чтобы вращать холст во время работы свободно, используй поворот пальцами. Исправили ошибки и... Adobe сильно постарались. Теперь можно скачивать и наконец-то мы получим все, что мы заслужили. Новость для разработчиков игр и креативщиков. Чуть более года назад от Epic Games стартовал проект Epic Mega Grants, нацеленный на поддержку инициативных команд и художников. Перейдя по ссылочке, ты найдешь большую часть проектов, которые получили финансовую поддержку. В этом году компания AMD присоединилась к спонсорам грантового проекта и предоставила 200 процессоров для настольных ПК. А это AMD Ryzen 7 3800X. В твиттере многие написали, что за говно этот ваш собранный инструмент старый. Ну и сроки Epic Mega Grants не установлены, так что подать заявку можно в любое время. Epic отмечает, что не обязательно должна быть игра, есть много способов создать что-то невероятное в Unreal Engine и в мире 3D графики. Например, инструменты для создания 3D материалов или тутеры о Unreal Engine. Переходи и участвуй. Для более подробной информации на сайте ищи подать заявку. Там будут все ответы на популярные вопросы в разделе Fuck you. И еще. Epic запускает серию вдохновляющих интервью The Pulse. Группа экспертов будет обсуждать новые тенденции, технологии и инновации в мире 3D. Каждый месяц будет посвящен различным отраслям промышленности. Ну и это архитектура, кино, ТВ, автомобильная промышленность и игры. Первая встреча состоится 11 августа. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Ищи на сайте по ссылочке. Rain 2.0 от Blender Animation Studio теперь является частью бесплатной библиотеки Blender. Rain предназначена для создания анимации персонажа с большими и дополнительными возможностями. Для загрузки доступен полностью анимированный персонаж Эмми. Ну и по ссылочке в описании ты найдешь видео, которое полностью предоставляет все возможности риггинга. Ну и архив с файлами. Клацай там на кнопку Download. Фонд развития Blender в этом году пополнится на 30 тысяч евро. Такое крупное пожертвование сделала Microsoft. Это уже не первая крупная компания, которая помогает в развитии Blender. В прошлом году выплаты сделали Epic Games, Ubisoft, NVIDIA и AMD. Полный список партнеров есть по ссылке в описании. Кстати, Epic Games присудила денежные выплаты в рамках программы Epic Mega Grants, о которой мы сказали ранее. Ну и вся эта поддержка, конечно же, не только ради великих целей. Ну в развитии нашей индустрии, конечно. Все подобные действия имеют долгосрочную перспективу. Многие компании сплотились с учетом определенных условий, которые должны исполняться разработчиками Blender. Microsoft вроде как не обязывает Blender к чему-либо, но все же отхватывает свою долю в виде того, что они используют Blender для создания синтетических 3D-моделей и изображений людей, которые можно использовать для обучения моделей искусственного интеллекта. А вот NVIDIA и AMD потребовали, что деньги будут использованы для внедрения их технологий в новых релизах Blender. Вышла наконец-то новая сборка версии Topogun 3. Исправили ошибки, внесли несколько улучшений в инструментарий. А Topogun – это программа для качественной ретопологии твоей High Poly модели. То есть модели с дохренительным полигонажем. Программа может обрабатывать данные с очень высоким разрешением. Обновление уже доступно для скачивания. Topogun можно приобрести за 100 долларов, и тогда лицензия будет привязана к одному компьютеру. Для студии выгоднее приобрести плавающую лицензию за 250 долларов. Ссылочка в описании. Используя программное обеспечение Unity, компания Nike выпустила 4 рекламных видеоролика всего за 1 месяц. Креативное агентство 4Studio, применяя различные типы анимации, визуализировало 4 разных спортсменов и в кратчайшие сроки подготовила проект к выпуску новых кроссовок Nike Air Jordan. Ну и еще бы в кратчайшие сроки. Текстуры в виде обычных штрихов из фотошопа, материалы с обычным гланцем и примитивные модели на скорую руку. Это и к тому, что специалисты явно не из первого разряда. А игровой движок без технологий, которые будут в скором времени конечно внедряться, все равно еще не дотягивает по скорости наполнения сцены и шикарной картинке в 3 клика с Global Illumination. Ну как бы так. И хотя уже походу ненадолго. Octane X PR1 вышел для Mac OS Catalina. PR1 это первый публичный релиз после закрытой бета-версии. Рендер полностью перестроен с нуля с использованием Apple Metal Graphic API. И оптимизирован для графических процессоров AMD Vega и Navi на Mac OS 10, 15, 6. Ну я думаю для многих это радостная новость. Плагин Octane X для Cinema 4D работает на R21. А вот в версиях 20 и 22 отмечают нестабильную работу. Как пишут на официальном форуме Atoi, Octane X идентичен обычному Octane Render. Но такое название он получил в связи с определенной внешней политикой компании. Atoi планирует вместе с выпуском Mac OS 11 поместить Octane X в Apple Store и даже сделать софт бесплатным для новых пользователей Mac. Но с соблюдением конечно же некоторых условий. Подробнее по ссылочке в описании. Тесное сотрудничество с Unity, Apple и Embergen явно дает новый толчок к развитию возможностей рендера. А то и переосмыслили свою стратегию поведения на рынке и получается довольно неплохо. Только вот еще бы привели в порядок свою рекламную кампанию и социальные сети. Просто зайдите к ним на сайт и что-нибудь найдите. Обычный Octane Render получил обновление версии 20.21.4 для Blender и версию 0.39 для Unreal Engine. В Blender теперь поддерживается DeepXR в панели экспорта. DeepXR это данные значения расстояния на разных глубинах для каждого пикселя. Ну а также появилась возможность использовать Blender Volume Object для OpenVDb. Недавно космическое агентство NASA запустило свою новую миссию по исследованию Марса с марсоходом Perseverance, о котором ты можешь узнать много интересной научной информации, а также покрутить аппарат и рассмотреть весь корпус со всех сторон. И весь этот интерактив был создан на базе Verge 3D. В прошлых выпусках мы уже упоминали об этой программе, но напомним, что Verge 3D преобразует сцены из Blender 3ds Max и Maya в интерактивный контент, который можно просматривать в браузере. И вот недавно вышло обновление версии 3.3. Все нововведения ищи по ссылке в описании. Спасибо, друзья, за просмотр. Поддерживайте лайком, бахните в колокол ютуба, так ты сможешь быть в курсе новостей с самой первой. И удачи тебе, удачи тебе, мой друг.